Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Уллправда.ру. Это программа «100 вопросов». С вами Диана Кавелла. И сегодня мы в гостях у руководителя компании «Хлебпром» Фаины Самарцевой. Фаина Эдуардовна, здравствуйте. Добрый день. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Вы готовы? Конечно. Фаина Эдуардовна, вы продолжаете дело своего отца, Эдуарда Фридмана. Это большая ответственность. Скажите, что двигало вами, когда вы приняли решение развивать «Хлебпром»? Ну, мой отец, это было 10 лет почти назад, сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Какое? Он предложил мне прийти на работу в «Хлебпром», оставив мою профессию. Я работала 20 лет врачом-неврологом и очень любила свою профессию. Я пришла в нее по призванию. У меня было много пациентов. И поэтому, когда он пришел и сказал, что он нуждается в том, чтобы я работала вместе с ним, я согласилась. В каком статусе вы начинали совместную работу? Я начинала в статусе его заместителя. Вам понравилась смена профессии? Вы знаете, я думаю, что «понравилась» — это не тот термин, которым следует оперировать. Это было очень тяжело во всех смыслах. Это было тяжело физически, потому что это потребовало многочасовой работы. Это было тяжело очень морально, потому что я пришла в ту область, в которой очень мало что-либо понимала. Это потребовало огромных эмоциональных усилий, потому что до этого я не представляла, что, может быть, руководителем такого крупного уровня, такого крупного ранга, придя из совершенно рядовой медицинской должности. Это было крайне тяжело, крайне тяжело, заняло не один год. Фанна Эдуардовна, а мама? Какова была роль мамы в семье? Ну, у нас традиционные расстановки ролей в семье. Мама, папа, папа — голова, мама — шея, дети выполняют то, что говорят родители. Вы живете на две страны — Россию и Израиль. Это так? Нет. Где ваш дом? Мой дом, естественно, здесь, в Ульяновске. А что вас связывает с Израилем? С Израилем меня связывает присутствие моих родственников в Израиле, моих друзей, которые очень многие эмигрировали в тяжелые 90-е годы, интерес к культуре Израиля, поскольку это то, что принято называть исторической родиной. И, к сожалению, очень невеселые обстоятельства последних лет, когда мой отец вынужден был подолгу лечиться в Израиле. Ваенна Эдуардовна, хлеб-пром — это и хлебобулочные, и кондитерские, и мясные изделия. Я бы хотела спросить, почему у тортов в магазинах иногда достаточно консервативное оформление? Во-первых, рынок диктует то оформление, которое востребовано. И несмотря на то, что сейчас очень много современных, как бы таких минималистичных тортов, наш покупатель, покупатель Ульяновской области, любитель классических технологий, классических рецепторов, классических тортов, хотел бы их видеть в классической совершенно дизайнерской такой упаковке, оформлении, которое было привито годами. Потом я считаю, что культура оформления тортов в Советском Союзе, а потом в России, она достаточно интересная. Это целый пласт направления культурного, дизайнерского, это такой некий соф-арт, который менять не считая нужным. И покупатели тоже не считают нужным, потому что есть классические торты в классическом оформлении, которые лучше невозможно оформить. Просто в данном случае лучший враг хорошего. А какой ваш любимый хлебпромовский продукт? Хлеб. Какой? Пастуший серый хлеб-кирпич. Недавно вы запустили новые линейки хлеба. Хлеб черный, который прямо черный, с каким-то добавлением чего-то. Хлеб с орешками, сухофруктами. Насколько востребованы оказались эти новинки ульяновцами? Они востребованы. Дело в том, что линейка так называемых ремесленных хлебов, это в основном дань веяния, моды, чего-то такого, в общем, рыночного, которое вернулось в нашу жизнь с открытием разного рода пекарен, в том числе и ульяновских. Хлебница, булка с маком и еще что-то. То есть, понимаете, идея ремесленного хлеба должна быть сейчас реализована и в Хлебпроме тоже, поскольку мы базовое предприятие, которое производит хлеб. И поэтому для нас совершенно несложно открыть еще одно предприятие ремесленного направления. В общем, я считаю, что качество наших хлебов, оно значительно выше, чем качество наших конкурентов, потому что это честный хлеб, это хлеб на заквасках, с классическими технологиями, с классическими технологами, с соблюдением всех санитарных норм он востребован. Но в силу некой зашуренности многих наших покупателей считается интересным покупать хлеб в каких-то других местах. И поэтому пока это не так широко распространено, как мне хотелось. — Только ли ульяновское зерно вы используете, если сами изготавливаете муку? — В зависимости от урожая, в зависимости от качества зерна того или иного года. В этом году мы используем полностью на 100% ульяновское зерно, потому что урожай этого года позволяет нам делать качественную муку. В предыдущие годы мы вынуждены были покупать за пределами Ульяновской области, потому что качественные показатели зерна не позволяли делать муку надлежащего качества. — Файна Эдуардовна, иногда в сетевых супермаркетах можно встретить хлеб с удивительно большим сроком хранения. Насколько вреден такой хлеб для потребителя? — Вы знаете, я думаю, что это немножко некорректно поставленный вопрос. Раз он присутствует на полке в супермаркете, он не вреден. Другое дело, насколько он полезен более или менее. По сравнению с нашим хлебом, он, конечно, менее полезен, потому что он содержит большое количество консервантов, которые незамечательно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта потребителя. — Вы как врач-сторонница использования консервантов в продукции хлебтрома? — Не очень сложно ответить, потому что как врач я не могу отвечать на этот вопрос. Я могу ответить на этот вопрос как бизнесмен. — Соскость полезна, перевели. — Вы знаете, я считаю, что любой продукт, который более натурален, если можно так об этом говорить сейчас, любой продукт, который содержит меньшее количество химических элементов, консервантов, улучшителей вкуса, он более полезен. — Фаина Эдуардовна, кто работает над обновлением ассортимента? — У нас есть отдел, служба маркетинга, у нас есть служба продаж, они работают над обновлением ассортимента. — Вы контролируете качество на производстве? — Да. — Каким образом? Отзывы или присутствие в... — У нас есть аккредитованные лаборатории на каждом заводе. У нас есть аккредитованные лаборатории, единственное у предприятия хлебобулочной промышленности Терри-Ульянской области, собственная лаборатория, которая контролирует качество. Входящий контроль сырья, выходящий контроль изделий. — Мне очень нравится упаковка пряников, шоколада, булочная номер один. Скажите, пожалуйста, что чаще обновляется, продукция или упаковка? — Смотря о чем говорить. Если речь идет о кондитерских изделиях, то они обновляются примерно одинаково с упаковкой, потому что в последние годы мы очень сильно изменили ассортимент наших кондитерских изделий, добавили неклассические какие-то позиции. Что касается хлеба, то рецептура, конечно, гораздо реже меняется. Например, у нас есть рецептура, которая в ту или иную сторону меняется только по качеству содержания муки, то есть в зависимости от сырья. А рецептуры, например, 5 основных позиций хлеба крестьянского смешанной валки, хлеба пастушьего смешанной валки, батона, городской булки, они не меняются десятилетиями. — Есть ли тот хлеб, который производился еще в 1966 году? — Конечно. Четыре основных позиции появляются по этой же технологии. Это пастуший, крестьянский, хлеб первого сорта и батон волжский. — Сказались ли на вашем бизнесе санкции? — Да, на кондитерском в основном сказались санкции, потому что часть сырья для кондитерской промышленности мы приобретали итальянского производства, еще какого-то, но мы очень быстро его заместили местными. — Фанна Эдуардовна, давайте немножко сменим тему и перейдем в русло соцсетей. Вы очень любимая и уважаемая многими фейсбучница. Что для вас фейсбук? — Вы знаете, однажды в беседе Познера с редактором тогдашнего ВОК Аленой Долецкой он ее спросил, что такое фейсбук, а она ответила, что это одиночество. — Вы знаете, боюсь, что начало моего присутствия в фейсбуке — это был какой-то внутренний эмоциональный вакуум, который возник несколько лет назад. — Но сейчас вы очень сильно заполнили пространство, вы сумели обуздать тех фейсбучников, которые считаются язвительными комментаторами в нашем регионе. Как вам это удалось? — Вы знаете, терминологически я не согласна, что это называется «обуздать». Вы знаете, я такой человек достаточно толерантный ко всему, в том числе к людям с язвительным складом характера. Скорее всего, даже они мне симпатичны, потому что очень часто они говорят те неприятные истины, которые следует услышать. Поэтому я приятельствую с ними, как правило, это очень неординарные, очень яркие люди. И мне они симпатичны, мне они интересны, и я всегда приветствую все их высказывания у своего адреса, в том числе и язвителями. — А вы встречаетесь в жизни за пределами? — Практически нет. Иногда, совсем недавно, несколько раз я с кем-то случайно совершенно пересекалась. В жизни, к сожалению, нет. К сожалению. — А когда фейсбучники собирались в вашем ресторане «Причал»? — У меня не было. — Понятно. Хорошо. Я часто вижу в вашем аккаунте потрясающие фотографии изысканной посуды. — Что для вас этот фарфор, эта красивая сервировка, привычка, которую вы... — Привычка? — Это привычка. Вы знаете, это такие бытовые привычки, которые были привиты моей бабушкой, которые были привиты моей мамой. У нас был очень традиционный дом, в котором было принято завтракать, обедать и ужинать всем вместе. Если папы долго не было, он задержался на работе, мы до последнего ждали папу, и никому не приходило в голову, что можно сесть, поесть одному. Всегда были правильные воскресные субботние завтраки, всегда были дни рождения, праздники, всегда были пироги по субботам, всегда были торты на день рождения. И когда были даже очень стесненные обстоятельства, всегда моя мама очень любила правильно, красиво сервированный стол. То есть вот тот изысканный фарфор, о котором все любят говорить, на самом деле он совершенно не сумасшедшего денег. Это мое такое увлечение, это антикварные барахолки за границей. И боюсь, что они стоят гораздо дешевле. Если переходить на материальные вещи, они стоят гораздо дешевле, чем то, что продается в наших магазинах интерьерных в городе Ульяновске. Фаина Эдуардовна, мне кажется, сейчас хозяйки не уделяют столько внимания посуде, как раньше. Нет любимых предметов сервировки, которые передавались бы из поколения в поколение. Вот как вы считаете, что должно быть обязательно красивым и очень ценимым на кухне каждой хозяйки? Я считаю, что все должно быть красивым и ценимым не только на кухне, но и в спальне хозяйки, и в гостиной хозяйки, и в столовой хозяйке. И даже в кабинете хозяйки, если она вынуждена заниматься каким-то делом. Ведь дело в том, что, помните, как Бродский писал о том, что мы то, что мы видим, мы продукт того, что мы созерцаем. А если мы видим то, что прекрасно в семье, на кухне, за столом, человек на самом таком биологическом, на самом минимальном уровне начинает воспринимать все это. Вообще это называется хорошими манерами. Это называется для женщины умением вести дом, умением создать уют. Это очень важно. Согласна. Фаина Эдуардовна, у вас есть ресторан «Причал». Там всегда очень вкусно, и продукты свежие, я это заметила. Но цены очень доступные, вот как-то прям аж нерыночно доступные, дешевле, чем во многих других заведениях. Это маркетинговый ход или что? Нет, это не маркетинговый ход. Это разумное такое ведение бизнеса. Поскольку ресторанный бизнес не является главным сегментом холдинга «Хлебпро», мы позволяем себе не зарабатывать те прибыли, которые ставит, как правило, рестораторы, для кого это главный бизнес. Интерьер ресторана «Причал» исполнен без особых изысков. Вы планируете реновацию? Да, я планирую, но дело в том, что у меня не очень получается. Изначально этот ресторан был сделан как такой погребок или что-то такое полуподвальное помещение, трактирное, старинное, разное. Это на самом деле памятник архитектуры XIX века. Там был старинный подвал, там были замечательные своды с аутентичным кирпичом, с интересным полом. Но, к сожалению, старые здания, мы не являемся собственниками всего здания, мы сособственники, часть здания принадлежит нам. И для того, чтобы привести в порядок этот подвал старинный, тем более у нас там проходят стоечные воды, какие-то подземные воды, очень сложные все. Поэтому мы вынуждены были закрыть его какими-то материалами. И поэтому сделать так, как мне хотелось бы, пока не получается. Но мне хотелось бы, чтобы там присутствовали предметы быта Симбирска, предметы быта Ульяновска, фотографии. То есть, понимаете, причал — это ведь причал не только волжский причал, это не только пароходы, дебархатеры, запах рыбы, плеск воды, который у нас ассоциируется с Ульяновском. Это еще причал, куда можно прийти и почувствовать себя дома, почувствовать себя в кругу близких, почувствовать ароматы юности, ароматы там какого-то счастливого времени. Потому что это один из первых ресторанов, и все, с кем я разговариваю, говорят о том, что очень много каких-то счастливых на самом событии проходило в этом ресторане. — Фаина Эдуардовна, буквально сегодня, вчера я увидела на вашей страничке в Фейсбуке информацию о том, что открывается ресторан «Айвенго» после достаточно продолжительной паузы. Это так? — Не совсем так. Ресторан «Айвенго» не закрывался. То есть ресторан «Айвенго» работал в так называемом режиме банкетов, то есть под заказ. Потому что ресторан, я уже писала вчера об этом, расположен в промзоне. То есть много лет назад, когда он открылся, это было совершенно другое место. Место не самое блестящее, на мой взгляд, но тем не менее, поскольку не было других ресторанов, можно было туда приезжать. Сейчас он работает в режиме банкетов, то есть можно заказать эти банкеты. В режиме праздничном, то есть на празднике мы работаем. И несколько дней в неделю он будет работать. Я думаю, что пятница, суббота и какие-то гастрономические такие мероприятия мы будем проводить. — Кто в ресторане шеф-повар? — Вадим Пусюков. — Ульяновский? — Да. — Здорово. Фаина Эдуардовна, скажите, пожалуйста, обсуждаете ли вы с супругом, как идут дела в вашем бизнесе или университетские будни? — Мы, конечно, обсуждаем свои дела. Не могу сказать, чтобы я советовалась с ним. Или он советовался со мной, как ему себя вести в университете или как вести бизнес. Ну, конечно, все дела мы обсуждаем. Олег Робертович, председатель регионального отделения Союза журналистов России, он очень часто критикует средства массовой информации. Ульяновский, он имеет на это право, его критика всегда уместна. Вы часто обсуждаете с ним СМИ-ресурсы? — Нет. — А откуда вы сами черпаете новости? — От Олега Робертовича. — Да. — А он радует вас, скорее, добрыми новостями или самыми резонансными? — Ну нет, он, знаете, такую политинформацию проводит, понарастающей. — Понятно. Ваина Эдуардовна, недавно я была в одном из революционных центров Ульяновской, познакомилась с девочкой, которая пишет красивые картины, не имея обеих рук. Ее зовут Татьяна, она пишет картины ногами. И мне сказали, что вы планируете, или это было замыслом фантазии, использовать ее иллюстрации в упаковке продукции «Хлеб-прома». Это так? — Да. — Нескаженная информация? — Нет, нет, она, конечно, не искаженная. Просто я увидела, кстати, в Фейсбуке, по-моему, Вика Чернышева писала о том, что существует вот такая художница, которая пишет свои картины вот таким вот образом. Вы знаете, это вызывает невероятное восхищение, когда человек преодолевает вот такие вот невыносимые трудности, когда человек творческий, когда человек художественно одаренный. Дело в том, что мне бы хотелось помочь ей не только размещая ее картины на упаковках, просто размещая ее картины на наших тортах, на наших пряниках, мы пропагандируем ее искусство. Мне хотелось бы сделать ее выставку. Мы говорили об этом, в общем, планировали это сделать, потому что такие люди, талантливые, мужественные, невероятные совершенно, заслуживают внимания, заслуживают поддержки. Поэтому вот таким образом, и у нее, причем, совершенно невероятные картины, они наполнены таким добром, таким юмором, таким светом, что я поражаюсь, как человек, которому так тяжело живется, может наполнить вот таким вот счастливым блеском все, что она делает. Недавно вы учредили стипендию имени Эдуарда Фридмана, которая будет выплачиваться студентам Аграрного университета. Скажите, пожалуйста, за что она будет выплачиваться? Дело в том, что Аграрный университет сам определяет тех, кому они выплачивают эту стипендию. За что в университете стипендии? За успехи в учебе, за научные какие-то достижения. Как обычно, примерует студентов за примерную, хорошую, отличную учебу. Скажите, пожалуйста, а как ваш отец поощрял коллег, может быть, студентов, подрастающее поколение, когда видел, что работа делается качественно и глаза горят? Вы знаете, он всегда поощрял самым простым материальным способом. То есть он оплачивал многим учебу, он оплачивал многим какие-то, там, я не знаю, отдых, лечение, все что угодно. Я знаю, что у вас есть сын, Фаина Эдуардовна. Скажите, пожалуйста, вовлечен ли он в хлебром? Пока нет, но мне бы это очень хотелось. Я мечтаю об этом и надеюсь, что моя мечта осуществится. Вы уже разговаривали с ним об этом? Ну, я разговаривала. Он юрист и пока не очень охотно хочет этим заниматься, но я надеюсь, что я сумею его убедить. Что для вас главное в воспитании детей? Я думаю, воспитание всегда главный личный пример. Фаина Эдуардовна, я знаю, что вы знакомы с писательницей Диной Рубиной. Где вы познакомились? В Израиле. В Израиле? Вы часто встречаетесь? Нет, не часто. Что вас объединяет? Нас ничего не объединяет. Я почитательница ее таланта, таланта ее мужа, замечательного художника Бориса Карафилова. Я восхищаюсь совершенно ею как человеком, как писателем. Вот это нас объединяет. Фаина Эдуардовна, несколько дней назад не стало Исаака Гринберга. Они дружили с вашим отцом? Они были хорошо знакомы. Скажите, пожалуйста, не теснили ли они друг друга масштабами личности? Это были люди-легенды. Я думаю, что у них были разные небосклоны, у них были разные плоскости движения. Нет, никогда. Фаина Эдуардовна, вы сказали, что в хлеб-проме трудится 2000 человек. Это огромная цифра. Не каждое ульяновское предприятие может похвастаться таким масштабом. Скажите, что самое сложное в управлении такой большой командой? Все самое сложное. Мужчин или женщин больше? Никогда как-то я не смотрела на эту проблему с такой гендерной точки зрения. Не знаю. Не знаю. Наверное, женщин, как обычно. А большая текучка? На каких-то должностях есть. Но в основном, конечно, это люди, которые десятилетиями здесь работают. Фаина Эдуардовна, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели пожелать им, своим подчиненным, своим сотрудникам и всем ульяновцам в наступающем 2018 году? Очень сложный какой-то вопрос. Здесь, знаете, либо банально всем здоровья и удачи, я бы пожелала, чтобы их близкие были рядом с ними как можно дольше и ценить то, что вы рядом с вашими близкими. Фаина Эдуардовна, спасибо вам большое. Вы очень искренний, прямолинейный человек. Да, это да. Мне понравилось общаться с вами. Буду надеяться, что мы еще не раз с вами встретимся. Да, мне тоже. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok